Есть мнение, опять же, это исследование моего друга из Москвы, который говорит, что во многом в том, что происходит, виновата российская женщина. В некотором роде она самка такая. Она обычно, ей за 50, грустно, секса ей уже с мужиком своим не хочется, дети задолбали, безнадёга, цены подняли. Путин вроде так здорово, что он всё время в телевизоре, с другой стороны, она на подсознании понимает, что она постарела при Путине. И её масса вопросов просто уже разочаровали. И эта самка с российским паспортом часто попадает в ситуацию. Мы её смоделируем таким образом. Приходит её муж и говорит, дорогая моя жена, Я вот проходил по торговому центру, и мне дали вот такую листовку. Тут смотри, у меня даже эта листовка есть. Я её, наверное, сегодня показывать не буду, потому что тут может лишняя информация попасть на экран. Ну, зачитаю её. Хотя, хотя... Нет, не буду показывать она. Значит, читаю. Вот такая-то область. Приглашают на военную службу по контракту. Формируются новые подразделения, которые будут выполнять задачи в зоне СВО. Для службы в них будут отбираться наиболее подготовленные бойцы. Шутка. Будут отбираться все, кто туда придёт. Также подразделения станут примером отважности и героизма этой области. Область названия её упускаю. По ряду внутренних причин. Но это не имеет значения, потому что это везде одинаково. Контракт заключается на один год и более. Для жителей других регионов на время оформления контракта предоставляется проживание. Ну, то есть ненадолго. Недельку. И потом форма и понеслась. И вот. Тут они пишут. Сейчас мы к самке российской вернёмся. Это же очень важная информация. Потому что её мужик приходит домой. У него облезло квартиру. Где уже взрослые дети. Где, да, есть телевизор. И они все стареют возле этого телевизора и глупеют. И в этой инструкции написано ещё, в этой рекламке. Денежное удовольствие в учебном центре. 195 тысяч рублей единовременно при заключении контракта. То есть это 2 тысячи евро. Немцы, наверное, когда это читают, думают, ничего себе. Вот это у них жизнь дешёвая. Далее. От 50 до 80 тысяч рублей в месяц. В зависимости от воинского звания и дурности и выслуги лет. Что же происходит в зоне, как тут написано, СВО? Какое название странное. Зона СВО. Где это? Потому что согласно российского законодательства, это Российская Федерация. А не зона СВО. Они так себя прописали. С точки зрения международного права. Это территория Украины. Местами, где ведутся боевые действия. Что же начинает происходить в зоне СВО? Это рекламка. Её мне прислали вчера, кажется. То есть свежак. Значит, в зоне СВО не менее 204 тысяч рублей. Ежемесячная выплата в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Значит, может быть и больше. Дополнительное стимулирование. Читает самка этого мужика, который принёс эту бумажку домой. Она уже понимает, что её дополнительно, её, во-первых, никто дополнительно стимулировать уже не будет. И, в принципе, ей это не интересно. А что тут написано? Единовременная выплата от губернатора области при заключении контракта. Сумма не указана. Российским самочкам... Нет, не самочкам, а самкам. Внимание! Если сумма не указана, это первый звоночек, что вас кинут через... Ну, вы знаете, через что. Далее. Дополнительные выплаты за захваченную или уничтоженную технику. Ну, нет тут у нас этого, как его, прайса в данной инструкции. Заключение военного социального контракта и замещенные выплаты по 10 тысяч рублей беременным и на каждого ребёнка в семье. Вот так. Вот у тебя трое детей, и ты будешь ещё плюс 30 тысяч получать. Ну, казалось бы, выгоднейшее предложение. Так вот, если учесть, что это колоссальные деньги для Российской Федерации, может, для Москвы так себе, и то есть варианты. И вот это вот российская самка, да? Вместо того, чтобы сказать своему, дорогой мой, любимый мой муж, мы с тобой родили детей, у нас там есть что-то, совместная ипотека, может быть, даже есть Лада Канлина, вообще я тебя люблю, какой бы ты ни был, там, может быть, такой, сякой, может быть, иногда несправедливый, но ты же мой муж. Я не хочу, чтобы тебя дики украины, эти фашисты просто взяли и убили. А мы сделаем именно так. Вместо того, чтобы ему сказать, ну что ты, ну там, да, 200 тысяч, ну у тебя же тут ты, вот, водитель автобуса или ещё чего-то, у тебя же, ну, есть же твоих сорокец, ты же получаешь его, а иногда и премии там платят, 40-45. Жить же можно, ты же здесь, ты со мной, ты жив, и у меня отрицаточка там какая-то. Вместе, ну, так себе, конечно. Путин велик, зарплатный уровень жизни, ну, так себе, да. Оставайся, тебе это не надо. Должно было бы прозвучать в нормальной психологически, такой вот сбалансированной семье. Но нет. Она говорит, отправляйся. Мы прекрасно знаем, что это называется мобилизация. Папа суки. Отправляйся, пусть тебя убьют, идиотом. А я стану вдовой ветерана войны. И это работает. То есть мужик с этим, с отсутствием интеллекта, ну, последнее действовало в многом, это реакция российской самки, которая в случае чего, когда там с пленами, из плена звонят, она говорит, а ты переоформил денежки? У-у-у-у-у-у-у. Вот такая вот история. Вот тут прочитаю вам эту листовку. Это же классно. С чем он к ней пришел? С чем она его отправила на войну? Он пришел с листовкой. Там написано. Присоединяйся к именным подразделениям нашей области. Тебя ждет товарищество идейных бойцов. Просто какая-то гомосятина, прости господи. Амбициозные боевые задачи. Хаймерси, да, знают. Они все знают. Действенный вклад в историю страны. А, ты сдохнешь, потом табличку прибьют на стену нашего дома. Нет, на двери твоей напишут. Здесь жил убийца детей. Слава Украине, мы его обезвредили. Вот что будет. Вот как оценят в конечном итоге твой вклад в историю страны. В ихнем случае, значит, будет следующее. Я сейчас вам даже расскажу, чем закончится эта война. В российском случае на каком-то этапе будет сказано. Мы вас туда не посылали. Это Путин. До свидания. Как было с Афганистаном примерно. А нас ждет новый национальный миф в некотором роде. Вот эти вот все танки российские, которые тут разбросаны. У нас, мне так хотелось, чтобы в одном месте собрали всех Лениных Украины, чтобы у нас был музей. Так нахрен эти Ленины. Сожженные российские танки. Вот что будет. Нет, отмечаю, что некоторые слова, они гомофобские. Ну, я учту это. Вот так. Значит, как они еще, его, его самку, чем они его сподобливают? Значит, профессиональные и опытные командиры ждут тебя, дорогой. Подпиши контракт. Подпиши. А, 200 тысяч рублей. 200 тысяч и 200 сразу. То есть, по сути, за месяц ты 400 получишь рублей. Это твоя годовая зарплата. Подпиши. Подпиши. Командиры опытные тебя ждут. Ждут, не дождутся. Это только укры рассказывают, что будут мясные штурмы. Нет, их телеграм-каналы показывают, когда убивают российских солдат. Нет, это все Голливуд. В жизни все не так. Подпиши. Ну, и последний пункт, чем они их тут взвабливают. Качественное обмундирование. Что-то у них стало качественным. И не без этого. Но в конечном итоге, он почему... Блин, а я еще не все прочитал. Это еще есть. Значит, дополнительные льготы. Подпиши. Подпиши контракт. Статус ветерана боевых действий. Кредитные и налоговые каникулы. Подпиши. Ты не сдохнешь. Бюджетные места для обучения детей в вузах. Подпиши контракт. Бесплатный отдых детей. Подпиши контракт. Ну, и тут... Значит... А, самое главное. Значит, при ранении военнослужащего 3 миллиона рублей. Единовременная федеральная выплата. Которая платится не всем. И все это знают. И 1 миллион рублей региональная выплата. Что-то я не могу понять. А что ж нет вот этой премии за... При смерти. Она там больше. Вот так вот. Так вот у них все устроено. И самки российские. Они думают, ну, действительно. Зачем этот муж, который уже надоел. Лучше... Сколько там? 7 миллионов рублей, да? Будет вам? Так. Дмитрий Дмитрий спашет. Привет. Расскажите, вам часто угрожали, когда вы работали в Москве? По вашему вопросу. Вы знаете, мне никто в Москве не угрожал. Я там жил на широкую ногу. Делал все, что хотел. И... Ну, так я просто... Я лук с уважением относился к стране пребывания. Ну, объективно. Я ошибался во многом. В счастье того, что я думал, они все-таки умнее. Я не думал, что они настолько... Ну, как это... Принимают такие решения, которые непрогнозируемые. Для них... Ну, для нас все понятно. А для них не прогнозируемые. Поэтому все мне там было хорошо. Куликова Лена. А мы можем вернуть всех пленных 100% на снятие санкций с мамы Кадыровой? Или это все билиберда? Мне нравится то, что Рамзан Ахматович начал торговаться. Сегодня он говорит, что снимите, моя мама не виновата. А на следующий день, он говорит, он пошутил. Нет, он не пошутил. Он там по поводу коней. Ему же, кстати, Кирилл Буданов сразу сказал. Ему же коня одного мы вернули. Он потом хвастался, что вот он там огур обманул. Коня ему вернули. А огур промолчал наш. Никто ничего не говорил. Насколько я понимаю, коня его действительно привезли из Чехии. А какие услуги оказал Музамин Кадыров? Если речь идет о обмене наших военнопленных на коня, то почему бы и нет? Да мы всех коней его выведем из-под санкций ради возвращения наших людей. Мы же людей меняем на коней. А Рамзан Ахматович мог бы русских вернуть из плена. Но он выбирает коней. И слава Богу. И слава Богу. Поэтому, Рамзан Ахматович, позвони Кириллу Алексеевичу Буданову. Он тебе подскажет, как выйти из твоей сложной ситуации. Тем более, контакты у вас есть, насколько я так понимаю. Нам с тобой легче договориться. Нет, нет, потом будешь рассказывать, что ты там пехотинец, моряк, летчик Путина. Все, все, дороги Бога. А вопросы же они решаются. Позвони мне, позвони. Хотел сказать, есть справочная служба ГУР. Да нет, но есть же прямые контакты. Так не принято об этом говорить. Дмитро Авіатор Пішторова, чому ты назвал мера Киева гівном? За него голосовали мешканці. Это образа громади. Нет, это не образа громади. Потому что я же киянин. Я тут зареєстрованный. Это моё место. А мера у нас погано. Ну, что? Вы же, бачите, вы же не дивитесь на те, з якої він партії, чи там еще что-то. Вы дивитесь, як місто виглядає. Скільки урн, як виглядають тротуари. Я навіть про метро не згадую. Просто подивіться. Мені, знаете, так образливо завжди було, коли я приезжав з Москви і казав, типа, блин, а что тут у нас таких хаос? Мені казали, а ты з Москви приїхав, там вони все в політку вклали, і тобі це, типа, подобається. А я ніколи не порівнявся з цим містом. Я порівнявся з Харковом, з Чернігівом, з іншими містами, в Україні, за кордоном. Вот і все. І коли хтось тут обурюється, що у нас там якісь роботи ведуться, там окружну перекладають, там чи ще щось, замість війни. Так справа в тому, що, по-перше, так було завжди. Тому все. Тому, знову ж таки, це не є образа, це констатація факту. Хоча треба визнати, що, не дивлючись на війну, я тут декілька разів на стрімі казав, що у нас не тротуара від мого будинка до метро. Тротуар зробили, але я чогось свою думку з приводу нашого мери не звернув. Він мені теж подобається, Віталій. Він класний, він обаятельний, він людина з великими досягненнями, безспорно. Але як мер він гівно, нічого ти з цим не зробиш. Ну, точніше, можна було б зробити. Кияни мене зрозуміють. З іншого боку, багатьом він подобається, іншим киянам, його дійсно обрали. Ну, будемо жити в нашому місті. Це ж все одно наш Київ. Ну, такий задрипаний, зачуханий, в заплатках. Але це ж наш міст. Він наш. При будь-яких розкладах. А я просто не впевнений, що ми маємо зараз говорити про урбаністику, бо урбаністика – це крута. Але не тоді, коли тебе хочуть знищити як націю. А думка моя полягає в наступному, що все це швидко змінюється. Приходять люди, які хочуть просто війти в історію. І кажуть, ми будемо змінювати його, це місто. І все піде. От і все. Так що, Дмитро Авіатор, не ображайтеся. Київ при будь-яких розкладах – це місто щастя, місто курорт. Так, Віталій Ворона. Пане Романе, після перемоги потрібно зробити все таким чином, щоб фрашистів не було реваншистських думок. І їм було проведено політику депутінізації. Яким чином це має бути зароблено? Щодо політики депутінізації, треба знищити рейх. Не впевнений, що буде стояти задача така. Подивимось. А щоб вони вас начепали, треба просто бути сильними. Літаки летять, будемо бомбити. Я, якщо чесно, взагалі, що це послідня війна. Вони сюди більше не полезуть. Для що тут буде слишком опасно. Уже ж ви бачите, скільки пропагандистів такі разда і відали. Лучше б ми не заходили. Зачем це СВО? О, я вам по поводу Белгорода, который отдаляється від граници з Україною. Просто зачитаю один постик, я тут його себе заскринил. Кто виноват в обстрелах Белгорода? Таке впечатління, що вони починають о чому-то догадуватся. Сьогодні в нашому чаті почалися странні розговори по поводу Белгорода. Мол, а може б не треба було починати СВО? А може, вважається вважається виноват Путін? А може, стоило дождатися нападення України і тільки тоді відповідати? І було б це нападення взагалі. Я вам покажу, з якого сторони готовилось нападення. Ну, так. Так що, воно, вони сюди пошли, тому що свої аналитичні виводи делали по програмі 60 минут ненависти. Це ошибочний підход. Не треба було так діювати. Набо завжди смотреть в корень, а не тільки на те, що тобі подобається. Александр Справедливий спрашиває. Як ви считаєте, чому поставки F-16 в чередной раз откладуються, а КНДР і Іран не бояться санкції Запада і поставляють оружія Росії? Ви-важає, я не уверен, що ми об цьому вже говорили, що поставки відкладуються. Да, там что-то може відкладуватися. А другие країни готовять пилотів і перегнали вже машини, в тому числі в Румынию, наприклад. Тому с датськими самолітами, ну подождем, що ви переживаєте. Вопрос вот этот самый тонкий. Где і коли почнут работать ці самоліти? С большой вероятностью, ця информація, вона вообще не буде анонсуватися. Ну, только уже тогда, коли все станет абсолютно явным. Вопрос от Александра. Кто розгоняє інформацію в Україні про выборы президента України? Не знаю, если честно. Иногда наші сами тут... Многі хотят выборов. У всех есть люди, некоторых я знаю лично, які хотят занять место Зеленського. І многие хотят в Верховну Раду переехати. Я таких людей тоже знаю. Много із них, кстати, абсолютно достойних людей. Вобще-то нормально. Кремлівська пропаганда іщет пути переговорних процесів для фашистської федерации. Путину нужна передышка? Во многому передышка нужна всем. І їм в тому числе, і, можливо, і нам. Не без цього. Так. Но буде ли она у нас? Я не знаю. С передышкой или без, ми все равно украинський караван буде двигаться вперед. Вот в этом у мене сомнений нет от слова вообще. Так. Юлия Данилевская проявить роман. Чому вона выправила Фейгена в интервью на 24-м ще до православного рейс-2 на 6-7 січня? Юлия приймається крытой наступного разу обовязково. І на дейдейке рече пропускаюшки. Ну, так бывает. Ольга Матюш. А чому слідчі вже не працюють? З приводу військово-політичних рішень. З великою врагідністю, що працюють. Так. Денис Сухов. А ми літаємо на хеві-шоті. Лагідно кличемо його Степан. Денис Сухов. Нічого собі. Регулярно робимо смерть ворогам. Подяха від бригади Насгвардії Буровій. Спецсирота аеророзвідки Кондар. Слухайте. Я завтра, от не завтра, я це просто заскоріню і передам нашим хлопцям, які виробляють ці дрони. Я не знав, що є хеві-шот, якого ви називаєте Степан. Дехто називає їх хеві-шотіками. Або просто шотіками. Ну, щоб літав Степан, це круто. Денис, давайте, тут в описі до каналу є пошта. Буде у вас час. Напишіть декілька рядків з приводу, які враження. Якщо у вас, ну, і наскільки мені відомо, там все організовано таким чином, що ви можете запросити техпідтримку у виробника і поділитися враженнями. Бо тут, ну, ж таки, не буду вдаватися в подробиці. На підприємство приїжджають деякі комбріги, які кажуть, що нам треба хеві-шот як Степан, але тільки з такими-то особливостями. І народ там зразу реалізовує. Постий найди цей підпроцес. Я не знаю, яка у вас версія Степана. А ті, які будуть наступні, там стільки рішень таких цікавих. Вони начебто прости, а ви крутиє. Все для того, щоб спростити, коли ти збираєш його, розбираєш, скоротити час на цей процес. Щоб не треба було мінімізувати час, де ти перебуваєш в зоні потенційного враження. Народ думає над этим, Денис. Тобто, по-перше, ті, хто керує Степаном, всім привіт. І повірте людям, які роблять їх, ваша оцінка, вона найважливіша. Я викриваю вам таємницю. В кінці минулого року я був на такому заході, який за мирних часів можна назвати передновогодній вечір. Корпоратив, іншими словами. Де було все, як на корпоративі, тільки було три промови. Одна з моїх була моїх промов. І я сказав наступне, що народ, а там виробництво, ну там трохи нормальних людей, такий мужський клуб. І я їм сказав, що знаєте, хтось сюди прийшов, тому що це підприємство бронює своїх співробітників. Хтось є інженером просто з народження. Але незалежно від вашої мотивації, а там з мотивацією все гаразд. Армія, сили оборони потребують зброї. І ви виробляєте цю зброю. Тому вперед. Ну там ще були інші слова цього приводу. Ну було класно насправді. Ну так. Тому Денис Сухов. Бережіть себе і бережіть Степана. Ви ж знаєте, що Степан дорогий. Це він, це не прадід, а пра-пра, пра-пра-прадід Степана. Півтора року назад його там вартість була 7-8 тисяч доларів. Залежно, багато чого там змінилось. Це, ну, ви самі знаєте. Це цікаво. Технічні аспекти ми не будемо проговорювати тут. Навіщо? Так що я бажаю Степану гарного польоту. І головне, щоб люди, які їм керують, було живі і здорові. Ріме Дівченко пише. Дякую за стрім. Ви завжди шукаєте головне в повідомленнях, а інші смажені новини. Причому самі смажать та вже неправдиву інформацію подають. Та до влади ви відноситесь об'єктивно. Та з критикою. Ну, я поважаю владу. І мера Кличка я теж поважаю. Кстаті. І багато рішень є класних. Але в загальному моя оцінка така. Якщо в мене хтось скаже, Рома, ти от помиляєшся і надасть мені аргументи. Всього приводу. Я ж такий киянин. Серйозно. Вон, у мене там реєстрація в папці лежить. Показати вам? Маю право на це. Але ж я як обраного мера, я його поважаю. Але результат його роботи такий, як я вже сказав. Це слово повторювати в ефірі часто не потрібно. Так. Валерія пішить, Рома, в тебе на поличці флаг Швеції стоїть. Історія нашої церкви взагалі там. Братик Арпрановий. Ну, я недавно в Швеції був. Класна країна. Але я вирішив не тікати. І повернувся в Україну. І що знаєте, саме цікаве, з того моменту, як я повернувся в Україну, я жодного разу про це не пожалів. Це при тому, що в Швеції реально було класно. Так, друзі, що там ми сьогодні заговорилися. Так завжди буває, коли, здається, що сказати нема чого вже, а потім входиш в араш і отримуєш масу задоволення. Ще є два відібраних питання. Вікторія Лащиних. Романе, ну, вам так просто агітувати, вбивати, бо ви ж це не пробували. Я не пробував. Ну, так, дійсно, я сам на спусковий крючок не нажимав. Але якщо стане питання, має життя чи российського орка, российського захватчика, у мене урок мелкой моторики буде отработан на 5 балів. Якщо стане вопрос, моя жизнь или жизнь любого гражданина України, у мене никаких сомнений нет і не буде. Почему? Потому що, якщо у тебе буде сомнення, ти погибнеш. Це касається всіх, не тільки тих, хто війне. Поэтому Вікторія Лащиних, вони розповідається історії про пацифизм не треба. Я сам пацифист. Я ж не кажу, що після завершення війни треба пограти ігру А чей Кубань? Ні. Мені не потрібен їх Кубань. Взагалі. Хоча багато хто зараз тут може навалити карт, скажуть, це наша історічна земля. А от мені не потрібен. Хоча вам сказати, взагалі, то якщо вже розібратися, наш командовач заложний, він використовує діє слово «вбивати» і не бояться убивать росіян, як і других, і других врагів. Устав, воєнний язык, він використовує слово «зныщивати». Мені кажуть, в слові «зныщивати» слишком багато такого романтизма. А вот це слово, оно звучит чітче. Поэтому ви мене тут, якщо думаєте, введете в краску чи ще щось, то так не получится. Ну, це все. Ну, і последний вопрос. І було у русської матері три сіна. Лада Гранта, Лада, Гранта і Каліна. Амінь. Друзі мої, підписуйтесь на канал. Всем спасибо за внимание, за донаты, за підписки.